В прямом эфире «Утро» в Петербурге. Сегодня 27 мая, новую праздничную неделю. В прямом эфире вместе с вами начинают Марина Викавахонская и Николай Растворцев. Сегодня наш любимый город, блистательный Санкт-Петербург, отмечает свой 321 день рождения, принимает поздравления, признания в любви и, конечно, подарки, одним из которых станет новая песня, посвященная северной столице Ода Петербургу. Мы рады приветствовать ее исполнителей, певца, заслуженного артиста Татарстана Альберта Жалилова, руководителя камерного хора «Петербургские сиренады» Егора Лосева, ну и, конечно же, хор, который тоже появился в нашей студии. И это праздничное утро встречает в прямом эфире. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро! С праздником, с днем города! У вас Петербург очень звучный и звучащий город. Здесь можно услышать весь диапазон от классических концертных залов до уличных музыкантов. Как для вас звучит Петербург и его улицы? Очень по-разному. Это и классические концерты, это и эстрадные концерты, это, как вы сказали, уличные музыканты, это и джаз, и эстрадная культура. Очень по-разному. Но очень всегда эстетично, всегда очень высокоэстетично. Я бы сказал, в Питере петь. Надо петь, потому что действительно здесь огромное количество старинных зданий, дворцов, где просто когда ты заходишь, тебе хочется обязательно попробовать акустику. Поэтому Петербург звучит, для меня, по крайней мере, он звучит каждым зданием, особенно старинным, из 18-19 века. И я обожаю здесь петь. Ну, Альберт, не у всех есть такой талант, как у вас, понимаете? Если все петербуржцы будут заходить в дворцы и петь, представляете, какая у нас... Будет красиво, мне кажется. Будет точно что-то... Это флешмоб, надо это сделать как-нибудь. Обязательно. Может быть, как подарок к следующему дню рождения. А для вас, где в Петербурге живет музыкальная душа? Есть ли у вас какое-то особое место, где приходит вдохновение, где что-то создается? Где вы, может быть, где-то внутри себя тестируете какую-то песню, мелодию, так напеваете? Ну, если про внутреннее ощущение говорить, то для меня, конечно, это Финский залив все-таки. Когда вот ты выезжаешь куда-то в курортный район, и вот там издалека ты видишь Петербург, видишь эту воду, этот простор. Вот там, мне кажется, рождаются какие-то песни, которые хочется петь потом. Егор, у вас? Я думаю, что это Нева, но самое главное, это люди, которые в Петербурге живут. Мне кажется, они самый главный источник этих песен, и в них отражается вся культура. Ну, а в Петербурге действительно сложно очень много песен, и о Ленинграде. Ленинграде. Какая музыкальная композиция больше всего трогает ваше сердце из тех, что были написаны и исполнены до вас, скажем так? Город над вольной Невой. Конечно, эта песня. У меня сразу, по крайней мере, приходит она, потому что по всей России, где бы я ни выступал, если День Петербурга... Вот завтра у меня выступление в Москве, и меня попросили, спойте, пожалуйста, про Петербург именно эту песню, потому что все знают ее. Действительно, узнаваемая мелодия. Ода Петербургу сегодня прозвучит буквально через несколько мгновений. Как она появилась? Это очень стремительная история, на самом деле. Композитор Антон Гладких, Марина Вечер, автор стихов, они предложили, давайте мы создадим песню с нуля. И я к этому подключился. Александр Григорьевич Каган, заслуженный артист России, пианист. Он подключился как музыкальный руководитель. Потом мы встретились на телепроекте «Ну-ка все вместе» хором с великолепным коллективом. И я подумал, так надо с хором же спеть, Петербург же поющий. И вот так все вместе на протяжении долгого времени, на самом деле, создавалась эта композиция. И вот она, наконец, может быть представлена. Не будем отказывать себе в удовольствии. Петербург получает сегодня максимально культурный и творческий подарок. В прямом эфире просим. Спасибо. Спасибо за Петербургу. Петербург Этот город пленяет мгновенно и чарует своей красотой. Мимолюбным течением жизни Навсегда с моей связан с судьбой Этот город святой и намоленный Столько сложено песен о нем И мечтой вдохновенной наполненный Он заложен великим ветром Поменяв свое трижды название Петербург мой, ты город святой Петербург мой, ты город святой и намоленный Столько сложено песен о нем И мечтой вдохновенной наполненный Он заложен великим ветром Ты мой верный и добрый наставник Утешитель, ты мой и друг Камертон моих дел и поступков Совершая жизненный круг Я сверяю с тобой свои планы И воду пишу не Только светлые и чистые мысли Петербург тебе Улеск парадных фасадов и залов И торжественный вид площадей Мною любимых величия храмов И в тумане ночных фонарей Молчаливо застыли атланты Кониклотто стоят на дымах И былых поколений наследие Отзывается в наших сердцах Этот город святой и намоленный Столько сложено песен о нем И мечтой вдохновенной наполненный Он заложен великим ветром Этот город святой и намоленный Столько сложено песен о нем И мечтой вдохновенной наполненный Он заложен великим ветром Живой звук в прямом эфире телеканала Санкт-Петербург Спасибо вам большое за такое творческое поздравление Нашему любимому Санкт-Петербургу Этот город не зря называют культурной столицей России С днем рождения Петербург Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!